В СССР, как известно, секса нет. Правда, мало кто знает, что эта знаменитая фраза заканчивалась так «У нас есть любовь». СССР действительно первая в мире страна, в которой женщины впервые в истории законодательно получили равные права с мужчинами. Равными впервые в истории они стали и в семье, и в любви. Вот только аскетизм в половой сфере в СССР появился в 30-е, когда молодое государство стало сильнее, а в самом начале, после революции, в сфере интима творилось такое, «Куда там сексуальная революция в Штатах?» Гарантирую, вы будете в шоке. Как на помойку истории был отправлен весь Старый мир, а брак и семья были объявлены буржуазными пережитками? Зачем дамы ходили по улице в буквальном смысле без штанов, но в шляпе? Правда ли, что был декрет, который переводил всех женщин в собственность народа и обобществлял их? Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию. Неужели такое правило действительно существовало? Никакого флирта возлюбленного следует подбирать, исходя из интересов партии. Куда там хиппи? Неужели советские коммунары были первооткрывателями свободной любви? И неужели удовлетворение сексуальной жажды при коммунизме должно было быть таким же простым, как глоток воды? Правда ли, что в городах хотели установить кабинки, чтобы между делом удовлетворять и эту естественную потребность человека? Итак, какие они 12 половых заповедей пролетариата? Но перед этим, друзья, кино – это свет, а свет должен разогнать мрак. Это цитата режиссера Романа Качанова, которая как никогда уместна. Если кто-то, как и я, с ностальгией вспоминает 90-е, у меня есть для вас хорошая новость. В этом году Роман Качанов выпустил фильм «Марш утренней зари». Он отлично передает атмосферу свободы, опасности, но такого неподдельного счастья того времени. Узнала я про него, как ни странно, когда листала YouTube. Сейчас мало кто выкладывает фильмы на YouTube, поэтому я и решила узнать, что же это за кино. И уже через полтора часа я была так счастлива, что посмотрела его. Правда, машина у него была на полной швах. Раздолбанный «Москвич 412» или «2140». В общем, не важно. Один раз у него на светофоре колесо отвалилось. Ведь тот самый дух 90-х передан очень точно. С этим аксессуаром вы будете выглядеть романтично и незабываемо. И буквально заставляют вспоминать о том теплом времени. Главное, чем «Марш утренней зари» отличается от похожих фильмов, в нем снимаются по большей части совсем юные актеры и музыканты. Но также присутствуют и знаковые личности – Гарик Сукачев, Жанна Агузарова и другие. Я всем рекомендую провести вечер за просмотром этого приятного фильма и окунуться в то время свободой и разнообразия. Вы точно не пожалеете. Ссылку на фильм дам в описании. Революция 1917 года была настоящей бурей. Переустройство теперь хотели подвергнуть буквально все сферы человеческой жизни. Нам сегодня сложно представить, насколько все изменилось. Но среди завоеваний революционного пролетариата значилась и абсолютная сексуальная свобода. Теперь всеобщее равенство охватывало и сферу семьи. По всей России стали появляться кружки. Долой невинность, долой брак, долой семью, долой стыд. Посетивший в это время революционную Москву Герпер Туэлс удивлялся. Как просто обстояло дело с сексом в стране победившего социализма. Излишне просто. Итак, знакомьтесь. Наша героиня – дочка царского генерала Александра Калантай. Барышня из приличной семьи Александра Калантай взяла на себя в партии всю сферу любви и интима и стала крупным теоретиком в этой сфере. Фактически она стала зачинателем феминизма в его советской версии. Но в отличие от знаменитых суфражисток, Александра Калантай мечтала не просто об избирательных правах для женщин или уравнении их с мужчинами. Нет, она хотела создать принципиально новое общество, новые отношения между мужчиной и женщиной, построенные на иных принципах. И после революции у нее появилась такая возможность. Это именно нашей героине приписывают так называемую теорию стакана воды. Ее суть в том, что при коммунизме, мол, удовлетворение половых потребностей должно ничем не отличаться от удовлетворения других базовых потребностей. Его, мол, надо просто освободить от условностей, чтобы сделать это было так же просто, как выпить стакан воды. На самом деле, эта теория существовала задолго до Александра Калантай. В XIX веке другая предводительница борьбы за эмансипацию, Жорж Санд, говорила «Любовь как стакан воды, дается тому, кто его просит». Но Калантай лишь развила ее мысль, утверждая, что близость должна быть признана актом не постыдным или греховным, а естественным и законным, как утоление голода или жажды. Она действительно стала самой главной революционеркой в том, что касается сферы любви. Александра Калантай поставила своей главной задачей разрушение традиционного брака. В ее программной статье под названием «Дорога к крылатому эрусу» было написано, что новая любовь должна выйти за пределы моногамной супружеской или просто любящей пары. При этом сама Калантай говорила «Я за свободную любовь». Эту мою позицию многие столковывают превратно, как стакан воды. Нет, я враг пошлости и распущенности. Любовь для меня – это прежде всего поэзия». Ее идеи общество восприняло своеобразно, особенно мужчины. Наиболее продвинутый класс – комсомольцы. Те и вовсе потребовали установить в городах кабинки для любви, по аналогии с туалетными кабинками. В таких кабинках-то, мол, все желающие в любой момент и могли бы удовлетворить свои потребности, так же просто, как и другие естественные нужды. Такая неограниченная свобода во всем, как человечество уже неоднократно наблюдало, быстро превратилась в дурдом. Каждая комсомолка обязана отдаться любому комсомольцу по первому требованию, если он регулярно платит членские взносы и занимается общественной работой. Такой пункт, по одной версии, вошел в проект первого устава РКСМ, ну, комсомольцев. Церковный брак был признан буржуазным пережитком. Недаром поэт Демьян Бедный высказался. На кой же нам черт регистрировать брак, если можно и так? Вот что писала о новой морали молодежи в газете «Правда» известная коммунистка Софья Смедович. Она с негодованием обличает существующие нравы. Каждый, даже несовершеннолетний комсомолец и каждый студент рабфака имеет право и обязан удовлетворять свои сексуальные потребности. Это понятие сделалось сексиомой, и воздержание рассматривают как ограниченность, свойственную буржуазному мышлению. Если мужчина вожделеет к юной девушке, будь она студенткой, работницей, то девушка обязана подчиниться этому вожделению, иначе ее сочтут буржуазной дочкой, недостойной называться истинной коммунисткой. В ответ редакцию газеты «Правда» просто завалили письмами девушки со всей страны. Процитирую одно из писем. Студенты косо смотрят на тех комсомолок, которые отказываются вступить с ними в половые сношения. Они считают их мелкобуржуазными ретроградками, которые не могут освободиться от устаревших предрассудков. У студентов господствует представление, что не только к воздержанию, но и к материнству надо относиться, как к буржуазной идеологии. В результате появилось коллективное отцовство, когда ребенка с матерью из роддома забирало сразу несколько потенциальных отцов. Детей от таких свободных союзов массово сдавали на попечение государства. И вскоре это стало настоящей проблемой. Ну а что же любовь? В еще одном письме в газету «Правда» другая студентка по фамилии Рубцова рассказывает, что коммунисты рассматривают любовь как нечто очень скоро приходящее. Долгую любовь они считают скучной, а понятие супруга для них – буржуазный предрассудок. Она пишет «Муж моей подруги предложил мне провести с ним ночь, так как его жена больна, и этой ночью не может его удовлетворить. Когда я отказалась, он назвал меня глупой гражданкой, которая не способна постичь все величие коммунистического учения». Спустя несколько лет, 9 января 1928, та же «Правда» напишет «Между мужчиной и женщиной у нас существуют только сексуальные отношения». Популярный тогда писатель Пантелеймон Романов в уста своей героини вкладывает следующую мысль «Мы не признаем любви, мы знаем только сексуальные отношения, потому что любовь презираема как нечто психологическое, а у нас имеет право на существование только физиология». Михаил Булгаков записал дневник в сентябре 1924 года. «Новость! На днях в Москве появились совершенно голые люди, мужчины и женщины, с повязками через плечо долой стыд. Влезали в трамвай, трамвай останавливали, публика возмущалась. Кто-то хохотал до слез, кто-то плевался, старухи крестились, говоря «Апокалипсис! Конец света!» и растерянно спрашивали у прохожих, «Что же это? И нас заставит раздеться!» Именно такие демонстрации в 1924 году начали устраивать члены московского общества долой стыд. При этом демонстрантки еще и кокетливые шляпки надевали. Вот оно, без штанов, но шляпе. Нудизм как форма борьбы за освобождение женщин зародился, как водится, в Европе, на рубеже 19-20 веков. А вот революционные нудисты декларировали, что стыд – пережиток проклятого прошлого. В качестве аргумента приводили теорию Дарвина. Раз человек произошел от обезьяны, то он животное, а животным одежда не нужна. В некоторых демонстрациях общество долой стыд принимали участие до сотни человек, а одну из них в Москве возглавил даже член ЦК, большевик со стажем Карл Радек. Реакция публики на подобные демонстрации была неоднозначной. По воспоминаниям современников, в большинстве своем прохожие надрывались от смеха, особенно их веселили барышни. По воспоминаниям писателя Варлама Шаламова, мальчишки, зеваки шли толпами за адептами этого голого ордена. Потом московская милиция получила указания, и ноги и фигуры из женщин и мужчин исчезли с московских улиц. Указания милиция получила от наркома здравоохранения Николая Симашко. В центральной газете «Известия в ЦИК» он высказался категорически против такого явления. Во-первых, жестоко ошибаются, когда думают, что если ходить голым, отрастить волосы и ногти, то это будет самая настоящая революционность. Во-вторых, путешествия по Москве в голом виде совершенно недопустимы с гигиенической точки зрения. Нельзя подставлять свое тело под пыль, дождь и грязь. Улицы Москвы не берег Черного моря. При этом не забывайте, Россия действительно переживала просто немыслимые изменения во всех сферах бытия. Еще не так давно российские женщины были практически собственностью мужа и не имели собственных паспортов. Их не брали в вузы, женщины боролись за право на оплачиваемую работу, практически не имели возможности развестись. И вот после революции Александра Калантай впервые в истории стала женщиной-министром правительства. А впоследствии и первой в мире женщиной-дипломатом. Немыслимо. В послереволюционной России в 17-м женщины в первой истории законодательно получили равные права с мужчинами во всем. Для сравнения, всего лишь право голосовать во Франции женщины получили в 44-м, а в Швейцарии только в 1990-м. На Западе вплоть до 1974-го года, чтобы открыть банковский счет или получить права, женщине надо было предоставить справку от супруга, представляете? Так что в этом-то мы были точно впереди планеты всей. Усилиями нашей героини был принят декрет о гражданском браке, который заменял брак церковный, устанавливал равенство супругов и уравнивал в правах внебрачных детей с законорожденными. Развестись теперь было даже слишком просто. Этот закон был опять же куда прогрессивнее, чем в остальном мире. Калантай также возмущала, что женщина закобылена бытом, который был полностью на ней. И чтобы освободить женщин, она продвигает строительство яслей и детских садов по всей стране, а также детские пособия для матерей. Разрушить традиционные, веками существовавшие отношения, конечно, было нелегко. Традиционная семья еще с легкой руки Маркса считалась способом угнетения женщин. Новая женщина, на взгляд Калантай, должна отстаивать свои права, быть требовательной к мужчине, ведь он уже не добытчик. При этом она должна уважать и свою, и его свободу. И, конечно, никакой ревности. Новая женщина должна иметь собственные увлечения, а главное не считать, как в XIX веке, любовь центром вселенной и своим единственным предназначением. Она должна спокойно воспринимать ее как одну из сторон жизни. А заодно покончите с традиционным материнством. В новом обществе дети должны стать воспитанниками государства, а не мамы с папой. Вот после таких-то реформ женщины, мол, наконец, освободятся от гнета и получат долгожданную свободу и смогут в полной мере отдаться строительству коммунизма. Особенно рьяно продвигать новые сексуальные ценности ринулись комсомольцы. Они ездили с лекциями даже в далекие деревни, где на сельских сходах убеждали в необходимости свободной любви. В результате такого разгула свободы экспериментов в интимной сфере В 1920-е годы стремительно росло количество изнасилований. В 1929-м Верховный суд принимает решение возбудить многочисленные уголовные дела против тех начальников, которые требуют от женщин из благодарности вступать с ними в половые отношения, так называемые женские чавы. Самое громкое дело в 1926-м привело даже к появлению термина «чубаровщина» по Чубаровскому переулку в Ленинграде, в котором рабочие, члены партии и комсомольцы жестоко изнасиловали девушку, тоже работницу фабрики. На процессе преступники заявили, «Женщина не человек, а всего лишь самка. Каждая женщина – девка, с которой можно обходиться, как вздумается». Общество особенно негодовало, так как обвиняемые были уверены, что это и есть советская норма. Приговор был суровым. Семерым участникам были вынесены смертные приговоры. Остальных 19 преступников сослали на Соловки. Другой громкий процесс связан с заседаниями комсомольской ячейки в ФЗУ при Балтийском заводе. В 1927-м комсомольцы на пляже зверски изнасиловали трех девушек. А когда приехала милиция, их вожак заявил, «Они не захотели добровольно доставить наслаждение комсомольцам. Это их надо арестовывать, а не нас». Суд по данному делу стал показательным. Выяснилось, что в комсомольской ячейке ФЗУ открыто существовало Бюро свободной любви. И часто мероприятия революционной молодежи заканчивались разнузданными оргиями. У руководителей ячейки было восемь постоянных любовниц среди комсомолок. Тех, кто отказывались, принуждали по-разному. Угрожали выгнать из общежития или исключить из комсомолы. Или, что самое суровое, поставить под сомнение пролетарское происхождение. Подсудимые так и не раскаялись. Вожака ячейки расстреляли. Подельников его посадили на длительные сроки заключения. Общество негодовало. Но были и другие отклики. Так все в ту же газету «Правда» пришло анонимное письмо. Как же нам удовлетворять естественные надобности? Девушки должны были пойти навстречу просьбе товарищей комсомольцев и снять с них сексуальное напряжение, чтобы они, вдохновленные и довольные, смело шли к новым трудовым победам. Эра с революцией должен помогать молодежи строить светлое коммунистическое завтра. Конец цитаты. В апреле 1918 Европа была в шоке от передовых советских свободных нравов. Разразилась громкая сенсация. Большевики сделали жен общими. Все газеты перепечатывали новый декрет об обобществлении российских дам и девиц, согласно которому якобы все женщины в возрасте от 17 до 32 лет изымались из частного владения и объявлялись достоянием, собственностью народа. Этот декрет о полигамии по-советски якобы определял правила регистрации женщин и порядок пользования, цитирую, экземплярами народного достояния. Мужчины, как указывалось в декрете, получат право пользоваться одной женщиной не чаще трех раз в неделю, в течение трех часов. Для этого им будет необходимо представить свидетельство от профсоюза или местного совета о принадлежности к трудовой семье. За мужем, мол, сохранится внеочередной доступ к социализированной супруге, но только если он не сопротивляется новому порядку. И так далее. Распределение заведомо отчужденных женщин должно было осуществляться Саратовским клубом анархистов. Чувствуете подвох? Так вот, и Саратовское общество анархистов было в шоке от объявленных декретом перспектив. Был он, конечно же, фальшивкой и появился впервые именно на улицах Саратова в 1918 году. Знаменитый английский писатель Герберт Уэллс, заинтригованный этим широко освещавшимся в европейской прессе декретом, даже специально приехал в Москву, где Ленин его лично заверил, что центральные органы партии не имеют к этому документу ни малейшего отношения. Автором неудачной шутки оказался некий Хватов, владелец мануфактурной лавки. Следствие выяснило, что Хватов уже приступил к реализации своего личного декрета, организовав в своей избе Дворец любви коммунаров. Обвинители просили суд приговорить его к лишению свободы на пять лет, но в дело вмешалась наша героиня, Александра Калантай. Хватов освободили. Впрочем, радовался он недолго. На следующий день его убили анархисты. Но процесс распространения декрета уже вышел из-под контроля властей. Начали появляться различные его варианты. Шумную известность получил декрет Владимирского совета об объявлении женщин с 18 до 32 лет государственной собственностью. Местная газета Владимирские вести писала, «Всякая девица, достигшая 18 лет и не вышедшая замуж, обязана под страхом наказания зарегистрироваться в Бюро свободной любви». Зарегистрированной предоставляется право выбора мужчин в возрасте от 19 до 50 лет, в себе в сожители супруги. А в Екатеринодаре летом 18-го особо отличившимся красноармейцам выдавали на руки мандат следующего содержания. Предъявителю сего мандата предоставляется право по собственному уразумению социализировать в городе Екатеринодаре «10 душ девиц в возрасте от 16 до 20 лет, на кого укажет товарищ». В общем, разгул свободы в половой сфере явно начал выходить из-под контроля властей. Сначала, как пишет работавший в то же время журналистом Иван Солоневич, на фабриках комсомольцы вдруг стали массово жениться и выходить из комсомола. Солоневичу объяснили это так. Цитирую. «Они, ребята, вообще хотят иметь семью, как у людей, без развода и всяких таких вещей. И поэтому женятся не в ЗАГСе, а у папа. Так все-таки вернее. А один из бывших комсомольцев и вовсе сказал ему, «Я, товарищ Солоневич, скажу вам прямо, я на бабе женюсь, а не на партии. Вот тут один наш дурак на комсомолке женился. Дома грязь, пуговицу пришить некому, жену щупают, кому не лень. Ежели дети пойдут, так это еще не сказано, чьи они». Жаловались ему и сами комсомолки. «А нашим-то девкам куда деваться? Вот так век в комсомолках и ходить? Им такую подавай, чтоб борщ умела варить, а что она политически безграмотна, так им что? В мещанство ударились, чтоб его жену никто и тиснуть не смел». Ну а что же нашей героине? Валькирия революции, как ее называли, в 45 лет впервые в жизни безумно влюбилась в простого революционного матроса Павла Дыбенко, который был сильно ее моложе. Ему всего 28 лет. Она тут же забыла о собственных утверждениях, что семья эта пошла и вышла замуж за Павла. Вот только молодой муж оказался последователем сформулированных ей уже самой принципов и демонстрировал полную свободу любви. Призывавшая советских женщин отказаться от буржуазной ревности и уважать свободу мужчин, Александра Калантай бешено ревновала, копалась в его карманах и так далее. Процитирую ее дневник. «12 часов ночи. Сейчас я почти уверена, что у Павла кто-то есть на стороне. Женщина, быть может, даже не одна. Все понимаю, а самой стыдно. Значит, ревность есть таки?» Они все же расстались, и наша героиня уехала за границу, став сначала дипломатом, а потом советским послом в Швеции. Первой женщиной-послом в мире, заметьте. Как только молодое государство окрепло, оно начало бороться с сексуальной вседозволенностью. В середине 20-х годов в СССР выяснили, что сексуальная свобода привела к неприятным последствиям для общества, большому количеству брошенных детей, росту числа матерей-одиночек и вспышкам венерических заболеваний. Надо сказать, что лидеры партии к теории стакана воды и такой вседозволенности изначально относились критически. Ленин ее и вовсе отвергал. По воспоминаниям Клары Цеткина, он называл ее совершенно не марксистской и сверх того противообщественной. Процитирую Ленина. От этой теории стакана воды наша молодежь взбесилась, прямо взбесилась. Она стала злым роком многих юношей и девушек. Приверженцы ее утверждают, что эта теория марксистская. Спасибо за такой марксизм. Против был и Луначарский. Он наставил, что любовь между мужчиной и женщиной сохранится и при социализме, хоть она и будет отличаться старорежимной. Цитирую, серьезная, глубоко сдержанная, вдумчивая, красивая любовь должна быть у нас взамен разврата буржуазии и негелестячего взгляда на голую половую потребность. Вот так вот. В 1924-м вышла статья Арона Залкинда «12 половых заповедей революционного пролетариата», вызвавшая большой резонанс в обществе. Теперь новая мораль была уже совершенно иной. Первая заповедь пролетариата «не должно быть слишком раннего развития половой жизни», да и вообще до брака полное воздержание, и в брак можно вступать лишь в состояние полной зрелости в 20-25 лет, не раньше. Седьмая заповедь гласила, что любовь должна быть полностью моногамной, в отношениях не должно быть никакой ревности, также не должно быть и никакого ухаживания, кокетства и флирта, подбор партнеров должен осуществляться строго по линии классовой революционно-пролетарской целесообразности». Вот такой вот разворот. В корне изменился и подход комсомола уже к середине 30-х. Заурядными стали такие случаи, как на фабрике «Трехгорная мануфактура», на которой в 35-м бюро ВЛКСМ исключило из комсомола молодого слесаря за то, что он, цитирую, «ухаживал одновременно за двумя девушками». Мало того, появились и вообще радикальные теории, например, теория нашего космиста Циолковского, того самого. Он предрекал, что при коммунизме люди и вовсе будут бесполыми. Развивал его мысли и все тот же автор половых заповедей пролетариата, советский психолог и психоаналитик профессор Арон Залкин. Цитирую, «Бессильная же хрупкость женщины ему пролетария вообще ни к чему. Экономически и политически, ну то есть и физиологически, женщина современного пролетариата должна приближаться и все больше приближается к мужчине». На смену стране сошедшей с ума сексуальной революции пришел хорошо знакомый нам СССР, в котором 12 половых заповедей пролетариата притворили в жизнь. Теперь добрачные половые контакты окончательно перешли в разряд проявлений тлетворного капиталистического образа жизни. И даже факт официального развода мог поставить клеймо на дальнейшей судьбе и карьере коммунистов и комсомольцев.